Под звон ключей сбываются мечты о квадратных метрах. В Актубе больше 200 льготников получили долгожданные квартиры в новом доме. В основном это многодетные матери, инвалиды и дети-сироты. До конца года власти планируют обеспечить арендным жильем по госпрограмме еще 600 семей. Радость новоселов разделила Лейла Уесова. На 265 счастливых семей в Актубе стало больше. Для них за счет государства построили девятиэтажный дом в жилом массиве Исид-Батыра. Получая ключи от новых квартир, люди не скрывали своих эмоций. Венера Нургалиева вместе с сыном получила ордер на однокомнатную квартиру. Мать-одиночка говорит, что раньше им приходилось китаться по чужим углам и снимать жилье. Теперь у маленькой семьи есть своя крыша над головой. Квартиру я ждала 15 лет. Наконец-то дождалась. Я счастлива. У меня нет слов, одни эмоции. Спасибо за все. Спасибо Казахстану, что есть такие программы у нас. Спасибо. Я очень счастлива. Мы не полная семья. Но вообще без квартир очень тяжело, да? Очень тяжело, да. Вы снимали? Снимали, да, все эти годы. Мы снимали квартиры. Наконец-то дождались. Наши жители, жильцы безгранично рады тому, что на самом деле, сколько кто-то с 2008 года ждёт, кто-то ещё раньше. И вот наступил сегодняшний день. Поэтому хочу от души поздравить. Пусть всегда в доме будет счастье и смех детей. Это самое главное. Арендное жильё получают и дети-сироты. Жанна Аргулей Монбаева рано потеряла родителей. Её воспитывал опекун. Сейчас она замужем, есть трое детей. В очереди на жильё по льготной категории стояло больше 10 лет. Волнительно. Мы даже не верим своим глазам. Скоро переедем в трёхкомнатную квартиру. С 2009 года я стояла в очереди по категории дети-сироты. Нас пятеро. Вместе с супругом воспитываем троих детей. Жильё я ждала 14 лет. И сегодня у нас радостный день. Жильцы уже привыкают к новой обстановке. К радости новосёлов ремонт в квартирах делать не нужно. Их построили под ключ. Ещё два года компания «Застройщик» будет нести гарантийные обязательства за качество дома. За проживание люди будут платить символическую арендную плату. Арендное жильё без права выкупа, которое с 2020 года предоставляется по республике Казахстан. А сколько они в месяц будут платить? По площади. Условно скажем, по квадратметру умножаем на 100 тенге. Обычно здесь 60 квадрат. А вот двухкомнатная квартира. 54 квадрата умножаем на 100. 5400 тенге. Ежемесячно всё. По словам чиновников, жильцы пока не смогут приватизировать свои квартиры. Такие правила ввели для того, чтобы предотвратить перепродажу госжилья. К слову, за последние три года нуждающимся в областном центре выдали 210 квартир. До конца года арендным жильём планируют обеспечить ещё 624 семьи. На сегодня, в своей очереди, в жилфонде ждут 27 тысяч льготников.